Работа профильных классов, строительство служебного жилья, компенсация за проезд на общественном транспорте и части стоимости наима жилого помещения. В правительстве региона сегодня обсудили вопрос обеспечения медицинскими кадрами. Когда начнут действовать новые меры, выяснила Наталья Цапина. И углубленная учеба, и работа в больничных стенах. Уникальный опыт медкласса 170-й школы перенимают в регионе. В этом году из Новосибирского медуниверситета выпускают тех студентов, кто в 2015-м был в первом наборе профильного класса. Задача такой учебы не только заинтересовать тех, кто мечтает о белых халатах, но и дать максимально близко познакомиться с профессией. Попробовать себя в качестве младшего медперсонала успевает во время ознакомительной практики. Показать ребятам и оборотную сторону, тяжелую сторону работы в медицинских организациях, для того, чтобы ребята, влюбившись в здравоохранение, в медицину, в школе, не пришли, потом и не разочаровались, и с третьего курса не убежали из медицинского колледжа или из медицинского университета, впервые подойдя к пациенту. Сегодня в Большом зале областного правительства рабочие совещания по медицинским кадрам проводят по поручению губернатора региона. Отмечают, за последние несколько лет возвели и продолжают строить беспрецедентное количество медицинских учреждений. Так только в этом году ввести в эксплуатацию планируют 35 фельдшерско-акушерских пунктов. Важная задача – обеспечить их кадрами. В 2023 году мы видим положительную динамику, на которую повлияло, во-первых, это введение в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов врачебных амбулаторий, оснащение их современным оборудованием, что, конечно, стало более привлекательно для трудоустройства врачей-специалистов. Также программа «Земский доктор», «Земский фельдшер». В зале практически все главные врачи медучреждений региона. Руководители самых удаленных принимают участие по видеоконференц-связи. Вопросы сегодня обсуждают острое. Мы видим, что у нас увеличивается целевой набор. Мы видим работа, которая организована в некоторых муниципальных, в некоторых медицинских учреждениях. Она серьезная, многосторонняя, многогранная. И по наставничеству, и по поддержке приходящих молодых кадров, и по работе со студентами, которые обучаются и придут по окончанию медицинских учреждений. Эта работа сегодня проанализирована, обмен опытом состоялся, и думаю, что дальше будем работать. Наталья Цопина, Родион Токарев, Новости ОТС.